Добрый вечер, дорогие приятели. Выходим в прямой эфир и приглашаю, приглашаю, приглашаю всех на заключительную игру сегодняшнего дня. Открытый чемпионат в Виннице по хоккею с шайбой. Настюша, привет, дорогая. Как картинка, Настя? Посмотри, пожалуйста. Открытый чемпионат в Виннице по хоккею с шайбой. Команды разминаются. Валерий Лукьянец, вратарь, чуть попозже пришел, ребят, разминается. Отлично. А эта ленточка справа есть? У меня что-то непонятно. Арсенал справа от нас, от меня. Черные свитера встречаются сегодня. И Легион Падилля. Ярко-желтые свитера вот здесь рядом со мной. Третья игра сегодняшнего дня. 5-1, 1-5. Сегодня такие счета. Я так с ребятами пошутил. Говорю, что, ребята, на 5-1 или 1-5. Это мы с вами все сегодня увидим. Интернет есть. Я проработал видеоаппарат. Все должно сегодня получиться. Два матча получилось все четко. Отлично. Поэтому, думаю, и уверен, что тут также все у нас получится. Виктор Чайковский, главный арбитр сегодняшней встречи. Арбитр. Так, вернись на площадке. Олег Акрема, судья-секретарь. Вот сейчас, видите, вот надо все настраивать. Судья-секретарь. Составы играющих команд. Начнем с арсенала. Арсенал. Олег Дреев. Пополнение сегодня сразу объявляю. Да, который играл, был замечен за команду Диадема. Номер 18. Полищук Юрий, номер 7. Полищук Юрий, номер 7. Также его поддержка здесь на трибунах есть. Ну и команды Арсенал, понятно. Дальше поехали. Паршенко Олег, номер 75. Гвоздовский Александр здесь рядом на трибунах. Чипсы. Бойко Кирилл, 69 номер. Псюк Сергей не был замечен, хотя на трибунах все равно был на матче. Фрумкин Павло, номер 14. Литвинчики почему-то не замечены. Рябов Виталий, номер 16. Назаров Игорь, номер 44. Так. Женский батальон есть поддержка. Надя со Светой. Так. Где-то я определил издалека. Боднарчук Валерий, номер 17. Счастливый Максим, номер 3. Есть. Мешков Алексей, номер 20. Это состав команды Арсенал. Почти боевой состав. Конечно, за границей есть у ребят. Много ребят за границей, которые с удовольствием посмотрят. Ага. На море, Настя. Хорошо. Так. Будем по ходу знакомиться уже с Легионом Падилля. Желаем спортивной, честной борьбы, ребята. И вперед от ночка ГТО к олимпийской медали. Прямая трансляция. Дворец спорта Мегамол в торговельном центре. Улица 600-летия Винница. Егоров Евгений Шелчок. Валерий Лукьянец, вратарь. И Дмитрий Дорошенко, вратарь. Легион Падилля. Три периода по 15 минут формат. Так. И знакомимся. Легион Падилля. Влад Ильяных Владислав Викторович Ильяных. Тренер, менеджер, наставник команды. Егоров Евгений, капитан команды, номер 13. Сарафинюк Петро Яковлевич, номер 10. Папельянцев Анатолий, номер 7. Миханько Александр, представитель бара, номер 70. Борисов Александр Васильевич. Так, смотрим за игрой. Есть, присутствует, точно есть. Семелькин Александр, представитель Шелчок, Павел Фрункин, номер 14. Пытался поразить. Ряба, ряба, видите, номер 16. Вот сейчас с шайбой. Это Арсенал. Аккуратно, аккуратно. Ребята размялись наверняка, поэтому тут все мелькин сражаются. Полищук Юра с шайбой. Юра, заградите. Ах, ну по-своему прям попал еще в какое место. Так, сейчас мы картинку чуть приблизим. Обновил фейсбук, все обновил, почистил видеоаппарат. Все должно работать, ребята, для вас, для просмотра, для зрителей, для игроков, тренеров, для всех. Ну и онлайн. Виктор Матвейчук, отсутствует он, тут рядом, на рабочем месте. И Витя, привет тебе от Орешков. Заходи, если что. Счастливый, счастливый. Вот первый сбой, интернет-соединение прошел. Все, молчу про очистку, про все, должно все работать. Не обращайте внимания. Я волнуюсь, также вчера переживал, вчера настроение чуть у меня подпортилось в третьем периоде. Особенно, когда приходилось принимать сложное решение насчет трансляции. Но вся игра в полном объеме есть. Так что смотрите, третий период. Юность Мегамолок, третий период. Так, свисток. Это зона, офсайд был. Знакомимся с ребятами дальше. Лебеди Фьюри, номер пять. Представитель бара. Мрук Максим должен быть. Тамашук Тарас не встречал. Квас, Виктор есть. Виктор Квас, представители города Бар в Винницкой области. Счастливый Максим Шайбой, 0-0, третья минута первого периода. Легион, Падилья, Арсенал. Арсенал мы вот видим первый раз за два дня. Уже команды некоторые по две игры сыграли. Арсенала мы с марта уже не видим точно. Назар Игорь, пас на Мешкова. Счастливый. Максим. В отличной форме. Посмотрим. Посмотрим, как игровая форма. Ох, пас на пятак опасный. Борис, а Саша пытается. Мешков Алексей. С пятака. Не получилось здесь. 0-0. Так, Закржавский Антон Рошак. Это тывровские ребята отсутствуют. А Владимир Наумчук здесь. Также легкая атлетика. Так, ну и вот из представителя тыврова у нас Владимир. Сейчас еще тут не весь. В общем, состав моцный. Бросок с острого угла. Кто это? Семелькин так опасно подавал. Набрасывал. Так, Кулик Руслан есть. Наумчук. Владимир Игоревич есть. 91-го года рождения. 9-ое мая. 76 вес. Метр 85 рост. Понятно. Так, познакомился. Если где ошибки, ударения или имена, где-то, то пробачайте. Орешек и оператор, и комментатор. Места Винница. Келецкая Бишенка. Желаю спортивной, честной борьбы ребятам. Зрелищной, красивой игры. Ну, чтобы в первую очередь понравилось вам. Ну и без травм. Без травм, без травм. Зрители на трибунах у нас. Сейчас мы оценим. Раз, два, три, четыре. Ну, так побольше. Человек 20 есть. Девушки так же красавицы. Парни, молодежь. Есть, 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 есть. Вход свободный. Напомним, места ограничены. Вход со двора. В ледовый клуб. Мегамол. Мегамол. Кросок. Валерий Лукьянец сегодня. Вот хочется выдалить так же. Представитель Гайдамак. Вратарь. Бизнесмен. Отличный парень здесь. В игре сегодня. Возможно, будет Кубок Гильных Гайдамакев. Но это уже на будущее. Прекрасный хоккейный турнир. Валерий Лукьянец. Организатор. Меценат этого турнира. Менеджер. Олег Паршенко. Бросок. На месте Дмитрия Дорошенко. Вот два тренера встретились. Тренер-братарей хоккейного клуба «Патриот». И тренер игроков. Хоккейный. А? Дима не тренер? А, это был Кирилл. Кирилл Бойко. Кирилл Бойко был. Где-то похоже, ребята, ростом. Да, ну я уже. Давайте, про Паршенко, капитан команды. Это был Кирилл. Кирилл Бойко. Бросок. Ох, бросок тот Дим. Школа «Патриот» работает. Пожалуйста, кто желает, заходите. Не проходите мимо. Знакомьтесь. Тренируйтесь. Играйте здесь. Мегамол вас ждет. Какое время? Звоните мне лично, если. 067-2867-212. Обросок. 2-2-1-3-3-3-2-1. Можете писать под видео. Я вам сообщу точные координаты. Так, Кирилл Бойко. Да, Павел Фрункин идет на спенку. Трактор «Челябинск» с нами. Кирилл Бойко. И Максим. Счастливый. Так, самый, ну, один из активных, так, в атаке особенно. Он прямо напролом рвет. Так, Настя, ты спрашиваешь. Дима Дорошенко. Вратарь я называл уже, Настя. Будьте внимательны, пожалуйста. Одно и то же. Настя, надо, чтобы ты здесь была. С тобой интересно. Настя. 0-0. Так, разбедка боем. И, вы знаете, Легион вот начал игру на уровне. Все так безошибочно. Друг с другом не стукаются. Все хорошо. А то бывало по-разному. Не было, понял. Громче звук делай. Да, Стёж? Так, 0-0. Середина первого периода. Да так, без остановки проходит игра. Быстро. Ну вот, я говорил, два счета сегодня. 5-1, да, вот. Ну, разные матчи, совершенно разные матчи. Есть вот 5-1, а есть 1-5. Вот почувствуйте разницу, в чем разница. Внимание, Легион подели шайбой. Евгений бросок с острого угла. 5-1 и 5-1. Хмельницкий дал бой, конечно, сегодня. Действительно был бой. Настоящий маяку. Но вот есть разные, да, игры. Счет один и тот же. А игры, характер игры совсем другой. Ну и Мегамол 5-1. Сегодня поступился. Челчок, Назаров, так, игры, Назаров. 44-й. Да-да, ой, конечно. Я вижу, кстати, по просмотрам. Канада усиленно смотрит США за океаном с нами. Орешек с вами. Винница, Украина, Центральная Украина. Именно здесь, ну, на сегодня, то точно, Центр хоккея, спорта в Украине. Три матча. Просто прелесть. Некоммерческий турнир. Аккуратно, аккуратно. Саша Миханько, грубо говоря, никогда не играл. Ну, так, там, игровой момент. Монумент. И очень приятно, что есть зрители, да, есть просмотр. Так, удаление. Первое удаление. Александр Миханько. Миханько, Саша. Мой лепший друг, с которым мы начинали видеопрограммы наши. На скамеечку штрафников. Полторы минуты формат. Ленек, щелчок. Валерий Бондарчук. Тут все тренера сегодня на площадке. Вателлиных по ходу делают установку. Все тренера сегодня Винницкой школы Патриот. Полторы минуты формат удаления. Так, Геннадий Лук. Это Борчанка, щелчок. Виктор Рябов. Моментище. И гол, 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 гол. На добивание Кирилл Бойко и Олег Дреев. Так? Кто точно? Мы узнаем у судейской коллегии. Молодцы. Вот эта связка. Виктор Рябов. Да. На 10-й минуте. На 10-й минуте счет открыт. Первый период. Арсенал. Такая трудовая шайба. Я бы не сказал, что очень просто она далась. Нет. Добивания были там. Было все. 1-0. 1-0. Главное не посыпаться. Вот так я пока ребятам посоветую. Играть, играть, играть. Не обращать внимания на табло. Рисунок игры. Пас. Счастливый Максим. Вишенка. Ох ты, штанга и гол. Ну тут же Мешков Алексей. И Максим счастливый. Вот главные организаторы. Это я так и. Опять же Дреев тут Олег. Ну вот я сказал, главное не посыпаться, ребята. Тут же на этой же минуте. Вторая шайба. Не влетает. Так, от штанги, от штанги. Павел Фрумкин принимает поздравления. Да, монолит так чувствуются команды. Арсенал, арсенал. 2-0. 2-0. Уже на табло. Ну такой душ легкий, душ прохладный. Пока еще не холодный. Не холодный. Не расстраиваться. Тут уже, извиняйте, арсенал. Я поддержу Легион Подилья. А еще, да, я начал. Геннадий Лук. Это Борчанка. Организаторы команды Легион Подильский. Это Барт, Ивров, Жмеренко, Винница. То есть так, сборная Винницкой области, скажем. Винницы, Винницкой области. Так, Петр Сарафинюк. Номер 10. Евгений Егоров. Это представители Винницы. Евгений Италии уже, можно так сказать, побольше. В объезд. Ну, боже мой. Упустили шайбу. На добивание опять. На добивание. Кирилл Бойко. На добивание. За ворота по-бобровски тут, да. Рябов, да. За воротами обвел ворота по-бобровски. Раз. Ну и Кирилл Бойко на добивание. Третья шайба. За полторы минуты. Три шайбы. Поддерживаю Легион Падилля. Не посыпаться, ребята. Вот я говорил 5-1 и 5-1. Есть разница. Можно с борьбой уступить. А можно так просто уступить. Ну, хочу так сказать, что Мегамолл старался, сражался. Но привыкли. Вчера было усиление команды. Что есть, да. Ребята Мостовой, Ордынский Стас. Сборники. Бросок. Ну, а сегодня их не было. И так резкая смена состава команды. Возможно, где-то непривычно было без ребят. В общем, такая история. 3-0, 3-0. 5 минут до конца первого периода. Получается, у нас две команды в Минском чемпионате имеют черный цвет формы. Юность новую форму сделали черной. Ну, у Арсенала еще и желтая в запасе. Внимание! Дреев, Дреев, брасывай. Боже мой! Боже мой! Дреев, Олег, так? Да, да. Забрасывает шайбу. Перехватил, забросил. Все сделал сам. Хорош! Это экс-игрок Диадемы, если мне память не изменяет. Диадемы. Диадему мы еще не видели. Ну, в этом уже продолжении сезона. Четыре. Четыре уже шайбы. Ребята, уже давайте до перерывов спокойно дотянем. Надо передохнуть ребятам. Саша Борисов, 96-й. Так, папильянс, да? Пока не переходят даже, я смотрю, в зону не заходят. Вообще. Влад Ильянов тут снизу подсказывает. Дима Дорошенко уж выручай. Команду. Команду молодости нашей. По возрасту, я бы сказал, так где-то помоложе. Все же Легион. По Диля есть. Егоров, Саша Борисов. Внимание! Щелчок! По щиткам? Да? Да? По щиткам, да. Женя. Папильянс, ну. Витя Квас, третий номер. Аккуратно, Витя, смотри, что творится рядом. Теряет игру. Потеря шайбы. Валерий Бондарчук. Пас на пятак, так спокойно. Там Кирилл сражается. Ну, почувствовали. Да, Кирилл. На замену у нас. Так, так, да, пока. Жареный попахивает. Номер 69. Так, арбитр вызывает это. Кирилл Бойко. На скамеечку. Зовет штрафников. Она напротив, да? Что там? А? Клюшка сломалась. Сломалась. Удаление. Тихо. Надо тихо-тихо. В чем вопрос? Играл сломанной клюшкой? Говори, я не слушаю. Толчок спины. Толчок игрока мне подсказывает. Да-да, Паша. Монреаль с нами. Значит, Кирилл без удаления не может. И пошел там. Пошел-пошел. На прогулку Кирилл Бойко. Тут мы его видим. Там, вон, видите? На прогулке. Сейчас, я думаю, судья примет меры. Ну, у нас тут любительские турниры. Понятно, что аматорские. Тут есть правила. Они не совсем жесткие. Поэтому тут, да. Ну, Кириллу надо прогуляться там за бортом. Остается у нас две минуты. Две минуты. Он хотел сразу прогуляться. Счастливый. Счастливый, счастливый Максим. Ну, в упор прямо. Дима выручает Дмитрия Дорошенко. Валерий Лукьянец отдыхает, отдыхает. Нет бросков, потому что он в игре, да. Он не на кроватке там, не на стульчике. А вот сейчас, возможно, и поработает. Нет. Поиграет. Все-таки игра это не работа. Ну, на мой взгляд, игра это игра. Это удовольствие. Тем более в таком турнире нашем. Щелчок. Ох ты. И как остановил шайбу на лету. Там уже футбол. Футбол пошел. Слева. Ты смотри. Валерий тут спасает. Любит он так. И низ перекрывать. Диванами, диванами. Ха-ха. Паша. Ну, во время игры. Так, одна минута остается. Минута. Так, я за Кириллом смотрю. Где Кирилл? Кто вели? Вон он вроде бы был. Прогуливается? Кирилл уже прогулялся. Уже. Уже на площадке, Кирилл. А не раньше ли времени? Нормально? Он так обошел и тут вышел, наверное, да? Кирилл уже на площадку. Ну что, поехали дальше. Минута, минута. Постараюсь эту игру. Посмотрим, как там будет память. Ух ты! Ух ты! Юра Полищук, так? И Юрий Полищук. Замыкает передачу в сетку ворот. Ну, это прям... А с передачи кого получилось? Кирилл Бойко. Кирилл Бойко. Ох, как четко-то все. И Фрункин Паша, да. Вот здесь. Юра в форме хорош. Заряжен, заряжен. Чувствуется. Но, ребята, уже 5. Уже план на игру выполнил. Осталось одну шайбу, да, забросить еще. Ну, это я так. История сегодняшних игр. 5-1, 1-5. Первый период. Еще 40 секунд остается у нас. Многовато так. Попахивает разгромом. Пас никуда здесь, Кирилл. Так, Папельянц по диагонали пошел. Решил прокопать здесь всю зону соперника. Но забросить надо. Я все-таки ставлю на 2 шайбы. Легион по диагонали не будут. Павел Фрункин. Нет, рикошет. Юра Порищук на заменку. Сирена звучит. Делаем перерыв. Далеко не отходите от экранов. Расслабимся. 0-5. Ждем второй период. До побачения. Продолжение следует.